Друзья, всем привет и добро пожаловать на Stratford End России. Уже завтра в 6 часов утра по московскому времени мы сыграем с итальянским Миланом в рамках первого матча International Champions Cup или Кубка Чемпионов Международного, который разыгрывается ежегодно. Это такой товарищеский турнир, однако кубок за него тоже дают. Если вы помните, в первом году, когда Луи Ван Гал у нас был, 2015-й, по-моему, мы выиграли этот турнир. Но, мне кажется, он ничего не решает, однако сегодня мы будем говорить про пресс-конференцию Жозе Мурине главным образом, потому как есть определенные горячие точки, которые стоит обсудить. Первое, это то, что Жозе недоволен тем, что у него нет игроков. Девяти игроков нету основного состава, и он, собственно, говорит, что все условия созданы, все в плане организации очень здорово, однако готовиться к сезону мне не с кем, у меня нету игроков, и поэтому, естественно, я недоволен нашим предсезонным турне. Друзья, что здесь хочется сказать? Ну, многие ругают Жозе на то, что он уже начинает искать каких-то извинений, да, у публики при неудачном... ну, если будет неудачный старт сезона. Это один момент. Стоит ли он того, чтобы его сейчас обсуждать? Я думаю, нет. Я думаю, что Жозе, ну, это его, как сказать, это его визитная карточка. Он, в общем-то, если Жозе бы смеялся и говорил о том, как все здорово, то все бы говорили, что он недостаточно серьезно относится к своей работе. Жозе Мурини – это достаточно противоречивая фигура не только в Манчестер Юнайтед, но и, в принципе, в футболе европейском и во всех клубах, где он работал. С одной стороны, его поддерживали, с другой стороны, всегда чем-то были недовольны. То стилем футбола, то его взаимоотношением с игроками, то еще чем-то. На мой взгляд, пока Жозе Мурини является менеджером Манчестер Юнайтед, а он именно менеджер, он не главный тренер. Он отвечает гораздо, у него фронт-ответственности гораздо больше, чем просто у главного тренера команды. Он участвует в жизни клуба гораздо больше, он молодежку просматривает регулярно, он организовывает, собственно, весь тренировочный процесс, он занимается базой тренировочной, методами тренировок и так далее. В общем-то, Жозе Мурини – это достаточно знаковая фигура в европейском футболе. Я считаю то, что нам стоит его поддерживать, нам до сих пор стоит его поддерживать, особенно пока он менеджер клуба, потому что это прямо нонсенс, чтобы болельщики своего клуба хейтили своего менеджера во время его правления в клубе. Это первый момент. Про игроков. На мой взгляд, Жозе чуть-чуть преувеличивает, но это как бы его стиль такой. Второй момент. Сказал он на пресс-конференции, что Сити и Тоттенхэм находятся в таком же плачевном положении, что и Манчестер Юнайтед, однако Лестер, Брайтон, Арсенал, Ливерпуль лучше будут готовы к сезону, потому что у них есть игроки. При этом он, ну, как пресса, естественно, все перевирает и говорит то, что он назвал то, что у Ливерпуля, Арсенал, у Брайтона и Лестера есть преимущество перед Манчестер Юнайтедом. На самом деле там даже слова «адvantage» не было. Я имею в виду в английском интервью. И там Жозе просто сказал, что у Сити и Тоттенхэма схожая ситуация в плане отсутствия игроков на предсезонке, а у других вышеупомянутых клубов нету этой ситуации. Вот и все, что хотел сказать Жозе. И, в принципе, это объективно, да. Ну, естественно, у нас основного состава по-прежнему нету. И начинать матч, матчи АПЛ мы будем резервным составом. По большей части возвращается потихонечку. Немани Матич вернулся к тренировкам, Алексей Санчес вернулся к тренировкам. Алексей Санчес уже сыграл даже свой первый матч против Сан-Хосе. Сыграл его достаточно неплохо, на мой взгляд. Пару опасных стандартов. Старался вести игру. Но, конечно, это пока не тот Алексей Санчес, которого мы хотим видеть в стартовом составе Манчестер Юнайтед. Пока что это все еще уровень предсезонки. Второй матч на очень хорошем, приличном уровне. Ну, в плане предсезонки, естественно. В рамках предсезонки провел Андреас Пирейра. И, на мой взгляд, именно этим обусловлено то, что мы не форсируем трансфер Милинковича-Савича. Во-первых, потому что мы продлили Филейни. И, во-вторых, к нам вернулся Андреас Пирейра. Я не говорю, что этого прям хватит для борьбы за чемпионство, если мы, конечно, ставим себе такую задачу. Но, в общем и целом, давайте посчитаем, сколько у нас игроков центральной зоны есть. Матич, Пагба, Эрера. Три. Фред, Филейни, Пирейра. Еще три. Ну, в целом, наверное, да. Шесть игроков. Скорее всего, для укрепления состава нам понадобится кто-то, возможно, седьмой, может быть, и восьмой. Но я все же надеюсь, что кого-то из молодежки Жозе еще будет подтягивать. Вот второй момент, который Жозе сказал на пресс-конференции. И, конечно, тему Марсиали. Мы не можем обойти стороной. Агент Марсиали там вовсю лютует и говорит, что вот, дескать, Антони хочет покинуть Манчестер Юнайт. На что Жозе Муринио ответил на своей пресс-конференции после матча с Сан-Хосе и сказал, что, ну, Марсиаль, может быть, и хочет покинуть команду. Однако я тоже много чего хочу. Например, провести все претезонные матчи в Лос-Анджелесе. Например, начинать АПЛ не 10 августа, а 12-го. Со всеми своими основными игроками и так далее. В жизни не всегда все получается так, как ты хочешь. Собственно, Жозе ничего нового нам не сказал. Мы прекрасно знаем, как в жизни все получается. Скорее всего, это был ответ агенту Антони Марсиали, а не самому французу. Моя позиция по Марсиалю, ну, в принципе, я уже готов его отпустить, потому что, ну, сколько можно. Постоянно какие-то слухи, постоянно он чем-то недоволен. Он, на мой взгляд, молодой игрок, каким является Антони Марсиаль. Если тренер не считает тебя достаточно хорошим для того, чтобы попадать в состав, ты должен стиснуть зубы, работать на поле и пользоваться теми шансами, которые тебе предоставляются. Марсиаль хорошо играл в прошлом сезоне, во многом до прихода Олекса Санчеса и работал. Однако с приходом чилийца он сник по вполне понятным причинам, с одной стороны, с другой стороны. Но пришел еще один конкурент. Эшли Янг, например, усадил на лавку Димарию в свое время. Ну, как бы здесь вопрос работы и профессионализма. На мой взгляд, у Антони еще недостаточно устоявшаяся психика. Чего, кстати, не скажешь про Маркуса Решфорда. Вот уж кто поражает профессионализмом. Хотя, по сути, находится в схожей ситуации. Ну, с тем лишь отличием, что за него не платили. Там сколько мы заплатили за Марсиаль? 36, по-моему, миллионов евро за переход. Ну, плюс бонусы, сколько мы за него отдали. Поэтому, в принципе, если клуб готов отпустить Марсиали и найти ему адекватную замену, я против не буду. Пишите, друзья, в комментариях, что вы думаете по поводу ситуации с Жозе и по поводу ситуации с Антонием Арсиалем. Последний, я думаю, момент, который хочется обсудить, это, конечно, трансферная политика Манчестер Юнайтед и уход главного скаута Хавера Рибалта, который пришел к нам еще всего лишь год назад. Пришел из Туринского Ювентуса. И уже вот год спустя он покинул клуб для того, чтобы занять должность спортивного директора. Где бы вы думали? В питерском Зените. И мотивация человека, когда он говорит, что я ухожу из Манчестер Юнайтед в питерский Зенит ради карьерного роста, это, конечно же, ну, конечно, у каждого разные амбиции, но, на мой взгляд, это попахивает ложью. Потому что, ну, денег в Питере ему, скорее всего, дадут больше, даже, чем в Манчестер Юнайтед. Должность там выше, чем в Манчестер Юнайтед. Доверия к нему будет больше, скорее всего. Хотя, мне кажется, ну, я не думаю, что Хавьер Рибалта не доверяли. Кто-то пошутил очень здорово в соцсетях, что, дескать, Хавьер Рибалта покинул пост шеф-скаута после того, как он пришел с кучей документов к Жозе Мауринию и сказал, смотри, как я нашел много игроков. А Маурини ему ответил, что у нас все равно есть Фил Ини, и нам все эти игроки не нужны. Ну, это, конечно, все шутки и юмор. На самом деле, задачей Хавьера Рибалты была реструктуризация скаутской системы клуба и больший поиск молодых талантов, раньше подписывать их. Ну вот, ушел у нас Хавьер, и теперь кто-то другой. Пока непонятно, кто будет занимать эту позицию, на мой взгляд. Изменения это всегда хорошо, тем более, что я думаю, что Рибалта не закрепился прям, так скажем, в основном составе Манчестер Юнайтед за год. Возможно, какие-то адаптационные навыки ему не пригодились, так скажем. Что-то с адаптацией, может быть, возникло. А может быть, просто действительно в Зените он видит свое развитие карьеры из Ювентуса. Это, друзья, хороший момент. Мы пожелаем, конечно, Хавьеру удачи в Зените, ну и для нашего футбола, для российского, это достаточно такой хороший знак, когда приходит такой именитый скаут, как Хавьер Рибалта. Про трансферную политику пару слов, пожалуй, еще скажу. Руководство Манчестер Юнайтед не поддерживает Джузе Мурини на 100%. Теперь это можно со стопроцентной уверенностью заявлять, потому что в прошлом году ему не купили Перешича по каким-то причинам. В этом году у нас до сих пор нету Алекса Сандра, хотя он не ездил в Россию на Кубок Мира со сборной Бразилии. У нас до сих пор нету, ну, Милинкович, Савич, окей. Мы сказали то, что Филейни и Перейра вроде как должны, по идее, закрыть эту позицию. У нас по-прежнему нет нападающего, у нас по-прежнему нету правого полузащитника, хоть там и есть таких, так и пчонг. Но я считаю, что, например, Риадо Мореза, которого отпустили в Манчестер Сити, нужно было забирать. Хоть за какие деньги. Риадо Морез хорошо бы смотрелся, на мой взгляд, на правом фланге. А также центральный защитник. Ну, сейчас проговаривают про Харри Магуайра. Двойственно отношусь к этому интересу. С одной стороны, достаточно молодой англичанин, да, ему 25 или 26 лет, у него еще все впереди. Очень хорошо себя проявил на Кубке Мира за Англию. Очень здорово играет головой и может начинать атаки. С другой стороны, у нас есть Виктор Линделев, который не хуже начинает атаки. Позиционно, мне кажется, достаточно силен. Ну, и разве что головой, может быть, не так хорошо играет. Однако Виктора Линделева мы в полной форме за Манчестера Юнайтед еще не видели. Поговаривают, что ради Харри Магуайра продадут даже Маркус Роха. Вот это я точно поддерживаю, потому что Маркус Роха, ну, хватит. Вот сколько он у нас провел? Перешел прямо с Ван Галом. Получается, три года он у нас провел, он так и не закрепился. При Жозе в какой-то четыре года даже. В какой-то момент при Жозе вышел на хороший уровень, однако травма и закрепиться не сумел. На Чемпионате мира тоже ничем особенным себя не проявил. А сейчас еще постоянно страдает от травм. Я думаю, то, что пора пришла расстаться с Маркусом Рохой. Если он хочет рассмотреть какие-то варианты в Премьер-лиге, я думаю, то, что обмен на Магуайра, ну, с какой-то нашей доплатой. Потому что Магуайр англичанин. И только поэтому возможен. Пишите, друзья, что вы думаете в комментариях по поводу предсезонки. Я считаю, что паниковать рано. Основного состава еще нет. И, в принципе, первые два матча с Лестером и Брайтоном мы должны начинать с победы. Пусть это будут сухие победы, но нам нужны очки на старте сезона. Я думаю, то, что Жозе Муриню, как никто, умеет их добывать. Касательно апдейта по соцсетям, которые мы обещали, обязательно он будет. Он будет ближе к началу сезона. Думаю, что в начале августа мы его сделаем. Вы сможете подписаться на все популярные социальные сети. Фейсбук, Инстаграм и Твиттер. Это будут аккаунты уже не моей личной, а Стрэдфорд Энт Россия. На меня лично, конечно, тоже можете подписываться, если вам интересно, что происходит. А также я вам напоминаю, что 10 августа у нас стартует сезон АПЛ. И если кто-то из вас играет в фэнтези-премьер-лигу, я до этого времени, тоже в начале августа, сделаю видео еще раз по фэнтези-премьер-лиге. И сделаем розыгрыш футболки и кружки за первое место в Лиге Стрэдфорд Энт Россия. Поэтому оставайтесь с нами, друзья. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если вам нравится то, что мы делаем. А также делитесь ссылкой на канал и на это видео со своими друзьями и знакомыми, чтобы нас становилось еще больше и больше. Предсезонка набирает обороты. Матчи с Миланом, Ливерпулем и Баварией еще впереди. Самое все интересное будет у нас. Оставайтесь с нами. Меня зовут Алексей. До новых встреч. Пока-пока.